Встречи с жителями в формате выездной администрации проходят во всех микрорайонах городского округа. На этот раз в деревне Марусино. Какие обращения взяли в работу представители власти, узнаем в сюжете. Ольга Харина живет на Заречной улице, обратилась по вопросу транспорта. Автобус номер 40, который идет по маршруту Марусино-Котельники, стал ходить с большими перерывами. Два водителя на всю Марусино, по 40-й. Сейчас я уже на пенсии, но вот как два года, очередь, у меня муж работает еще, очередь, ну неимоверно, по 45 минут, представьте, ну ладно, если такая, и то жара, а если погода плохая, там ни остановки, ничего нету, ни скрыться, вот под этим зонтиком стоишь, пурга, метель, а ты все равно стоишь и ждешь. Минимум 45 минут, а то и больше. А люди все же на работу спешат. В настоящее время ведется реорганизация маршрутной сети в городском округе Люберца. Действительно, есть проблемы, над которыми мы работаем. Принимаем следующие меры. Перевозчик, он областной, сейчас уходит с этого маршрута. Он у нас переходит в категорию недобросовестного. Соответственно, мы будем запускать, прорабатываем вопрос запуска перевозчика моста-рансавта на этот маршрут. В настоящее время, что мы можем сделать для жителей, напишем письмо о проработке изменения графика движения маршрута 31П, который ходит как раз-таки до станции метро. И, соответственно, постараемся в ближайшее время отработать данный вопрос для улучшения транспортной доступности жителей. Самым актуальным вопросом стало благоустройство парка Марусина. Инициативная группа жителей улицы Заречная обратились к главе городского округа Владимиру Волкову. Мы когда посыпали квартиру, у нас висел тот же стенд такой, что открытие парка у нас в 2016 году. А как связь с застройщиками, которые... Нет, мы просто его очень давно ждем. Расскажи историю этого парка. Этот парк вообще никогда в жизни не появился. На момент, когда будущая работа у Краскова здесь, мы отбили два дома, которые уже там разместили под строительство. Хотели два частных дома, посуду снесли. И поставили на кадастр. Вот те решения, которые сделали правильно, зарезервировали, благодаря этому парк никуда не делся. Ну а когда вернулся, в том году как раз мы внесли в программу свою. Мы нашли свои средства городского бюджета. Поэтому все их выделили. И в этом году открытие парка. В 2023 году на территории парка выполнили подготовительные работы. Сейчас организовывается проезд для строительной техники. Проводится очистка водоотводящей канавы. На площадке появятся пешеходные велодорожки, большая площадка для детей, спортивная зона, площадка для выгула собак, освещение, видеонаблюдение. Мы начали. Мы вышли на объект. Сейчас самое начало, самая подготовительная работа. Мы говорили ранее о том, что это действительно достаточно сложная ландшафтная территория. И нам нужно было выждать вот этот весенний период. И плюс сезон, я бы сказала, долгий период длительных таких проливных дождей. Все. Мы приступили к работам. Тогда зашла строительная техника. Сейчас мы приступили к планированию территории, к отсыпке территории, к формированию дороги, по которой техника может проезжать. Завершить работу планируем в текущем году. Благоустройство парка Марусина планируют завершить в октябре этого года. О следующих встречах в формате выездной администрации можно узнать на официальном сайте или в социальных сетях.